Дмитрий Александрович Буков Но весьма напряженная пора, партийная работа, праймериз идет. И вот как раз об этом праймеризе, то есть в таком внутреннем голосовании перед Всероссийским днем голосования хотелось поговорить. В принципе, мы об этом уже говорили, зрителям объясняли, что это такое, да и сами, слава богу, сумели понять, в конце концов, что это. По-моему, проводят праймериз только ваши партии, другие сейчас не проводят. Да, только в Единой России, причем уже не первый раз, уже, по-моему, третий опыт в третьей компании мы праймериз проводим. Надо признать, что вот именно в эту компанию он проходит наиболее широко, и вот уже, если можно это применить, он наиболее похож на тот праймериз, который проходит в европейских странах, как это было принято, где это начиналось. Сейчас он, ну, не то чтобы выходит постепенно на финишную прямую, но где-то в середине, наверное, так вот находится, и уже можно говорить о том, как вот эта вот процедура праймериза у нас проходит. Потому что, ну, сами понимаете, в России то в одну сторону, то в другую, то какие-то непредвиденные ситуации, то, не дай бог, скандалы. Вот этот вот праймериз у вас как проходит? Не пересторились ли партийцы кандидаты? Нет, нет, на самом деле все проходит очень хорошо. Я сам веду одну из площадок, которая располагается во Дворце детского творчества, и у нас, ну, не знаю, чья здесь заслуга, оргкомитет или праймериз, либо вот организаторов непосредственно площадки, но у нас проблем, кроме каких-то мелких рабочих, абсолютно никогда никаких не было. Ну, здесь еще сыграл опыт прошлых праймериз, которые мы уже проводили и пытались это делать. Вот, те шишки, которые мы набили в прошлых кампаниях, мы их учли, и в этот раз попытались организовать максимально так, чтобы проблем у нас, в общем-то, никаких не было. Максимально открыто, широко, с участием большого количества выборщиков, кандидатов. По-моему, в общей сложности у нас больше 60 площадок пройдет праймериз, вот по городу, да. У меня вот непосредственно 5 мы уже провели в Дворце детского творчества, у нас осталось 3 площадки. Вот, каждая площадка имеет свою тематику, то есть кандидаты, когда приходят на площадку, они говорят о той теме, которая заявлена, и исходя из своих каких-то программных документов, если у кого-то они есть, они на них ссылаются. В рамках этих площадок кандидаты могут распространять свой агитационный материал, печатный среди выборщиков, рассказывать. Но надо понимать, что, конечно, среди выборщиков в основном члены и сторонники партии. Среди кандидатов тоже. Разумеется, дело это партийное больше. Это партийная вещь. Если, например, человек не член партии, да, он там каким-то своим причинам личным, либо каким-то там другим, не является ее членом, но является ее сторонником, да, принимает участие в каких-то партийных проектах, которые у нас масса, либо еще где-то он может принять участие в процедуре внутрипартийного голосования, как выборщик, так и кандидат, чтобы выделиться дальше в городскую думу. Вот я как человек, так сказать, сторонний, но как журналист могу вам задать такой вопрос, может быть, немножко такой некомпетентный, но тем не менее, как говорится, журналисты имеют право даже на это. Вы говорили о площадке. Давайте нашим зрителям все-таки попроще, как говорится, расскажем, как вот это вот проходит, что такое площадки, значит, и что на них делают кандидаты. Да, я расскажу. Процедура следующая. В заявленное время приходят выборщики, которые, собственно, далее будут голосовать. На моей площадке, ну, в зависимости от явки, от 150 до 180 человек выборщиков. Аудитория мощная такая. Да, достаточно много людей, то есть практически весь зал занят, две трети зала заполнено, приходят выборщики, приходят кандидаты, они разбиты на 8 групп, все кандидаты, поскольку заявок было достаточно много для того, чтобы участвовать, использовать площадку партии для избрания в городскую думу, заявок было достаточно много. Приходят кандидаты. Кандидатов, ну, примерно 12-14 человек. Они располагаются на сцене. Выборщики располагаются в зале. На сцене находится модератор, тот, кто ведет эту площадку, и эксперт по теме, которая сегодня, в данный момент заявлена. Тема самая актуальная, насколько я понимаю. Ну да, тема актуальная, они были выявлены из социологических опросов в городе, из вот различных общественных организаций, площадки молодых ученых мы использовали, которые разрабатывали. То есть, из-за этого сформировалось 8 тем. Приходит эксперт. Каждому кандидату дается 5 минут на то, чтобы отразить для выборщиков то, что он считает нужным, используя в том числе различные агитационные лозунги, все что угодно. Либо рассказать о себе, либо сказать исключительно о своей программе. Ну, у нас всякие были. У нас были кандидаты. Свобода творчества, то есть. Да, да, да. Был кандидат, который в течение полутора минут высказался достаточно эмоционально, вот, и занял достаточно неплохое место по итогу. Далее, когда мы начинаем процедуру, еще раз говорим о порядке проведения праймерс, о порядке голосования. Каждый кандидат выступает по 5 минут, после чего выборщики выходят, получают бюллетень для голосования и голосуют за колокол. Кто больше понравился? То есть обычные процессы голосования? Да. Плюс ко всему, каждому выборщику перед началом праймерис даются бланки для предложений по теме. Здесь мы используем, да, максимальное общественное мнение, потому что одно дело, много кандидатов, да, много предложений, много программ, которые они в будущем при удачном раскладе смогут использовать непосредственно в предвыборной агитации. Но у нас еще есть выборщики, которые тоже это слушают, у них тоже есть свое мнение. Они эти бланки заполняют, ну, кто в мере своей компетенции, там, желаний и так далее. Потом они эти бланки меняют на избирательный бюллетень и голосуют максимум за 5 кандидатов. Мы использовали здесь, когда готовили праймерис, самую наиболее демократическую систему. Они могут проголосовать не более чем за 5 кандидатов. Он может проголосовать за одного, за двух, за трех, но не более чем за 5 кандидатов. Дальше идет подсчет голосов. У нас в счетную комиссию входят люди, то есть общественные, то есть там, например, из пяти человек, кто в счетной комиссии принимает участие. Там есть пенсионеры, врачи, учителя, ну, и кто-то из представителей сполкома для того, чтобы организовать эту работу технически, да, чтобы подсказать, где, как, что считать. После подсчета объявляются результаты, и все, площадка закрывается. Но еще есть эксперт, который может задать вопрос к кандидатам. Он тоже имеет право. Ну да, задать вопрос, уточняющий, или что-то пояснить, или как-то. Также он в конце подводит итоги. Выборщики могут задавать вопросы к кандидатам. После того, как все кандидаты выступили, начинается процедура голосования, подсчет голосов, достаточно длительное время, порядка 40 минут, 50 минут. Прежде чем голосовать, у нас многие выборщики подходят к кандидатам, общаются, задают вопросы, уточняющие, чтобы сформировать тот список, за кого они непосредственно будут голосовать. То есть, у вас там демократия такая царит. Да, абсолютно демократия. То есть, выборщики поднимаются на сцену, кандидат спускается в зал, все это перемешивается, образуются группы, они общаются. После этого люди голосуют, опускают бюллетени, мы подсчитываем и объявляем результаты. Потом все эти предварительные площадки, каждый будет иметь свой результат, это все формируется в один список. На самом деле, работа огромная, очень тяжелая работа. После чего мы сформируем тех лидеров общественного мнения, которые пойдут на выборы в городскую думу. Еще, Дмитрий, в двух словах. Все-таки это для кандидата большая работа, подготовить программу по стольким площадкам. Это нужно с учетом того, что все эти, направляясь эти площадки, по самым актуальным острым вопросам. По тем, когда говорят самые-самые такие тонкие вещи, которые, не дай бог, порвутся, ЖКХ и прочие такие. Есть ли кандидаты, которые просто отказывались выступать на площадке с неготовыми программами, кандидаты, скажем, ну все, не знаю, что говорить, не пойду? Нет, не было таких кандидатов. Все, да, многие открыто критикуют существующую систему, если кому-то где-то не нравится, но в данном конкретном вопросе. Но мало того, что критикуют, у нас все кандидаты достаточно грамотные, они предлагают пути решения, это очень важно. То есть человек, который выходит на эту площадку, он понимает дальнейшую перспективу, да, возможно, он предлагает реальные пути решения. Я напомню нашим зрителям, у нас в гостях был Дмитрий Боков, заместитель секретаря региональной отделения партии «Единая Россия», говорили о праймеризе. И еще, я думаю, мы не раз встретимся на эту тему, потому что действительно тема интересная, тема новая для Рязани, относительно новая, и всем нам интересно, как это проходит. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи.